И всем привет, ребят, с вами Мастер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами будем записывать видос с новым устройством на Гром, это Гром с пробитием, все последние наши обзоры на Грома с новыми устройствами были на Викинге, поэтому я сегодня решил, что мы сыграем на Хантере, дабы было у нас какое-то определенное разнообразие и была какая-то новая определенная мета. Ну и по дрону мы, конечно же, берем Гипериона, лучше дрона среди кристальных дронов на сегодняшний день, как по мне, нету, и возможно совсем скоро по Гипериону тоже у нас видос выйдет. Ну и посмотрим, что из себя представляет это устройство на Гром, я так понимаю, что каждым критическим выстрелом оно будет наносить пробитие, посмотрим на ее частоту, посмотрим на сколько это будет эффективно работать, ну и на сколько большое количество очков нам удастся набить с этим устройством за одну матчмейкинговую катку. Если она покажет супер жесткий результат, будет очень круто, ведь это устройство можно приобрести с спецпредложения, его не нужно выбивать из ультраконтейнеров, можно просто купить спецпак за 20 тысяч танкоинов и получить его. Возможно у кого-то просто появится желание и вы захотите его приобрести, хотя в принципе на сегодняшний день я считаю, что и помимо этих новых устройств, что я тестировал относительно недавно с критом, да, устройство, что вот это устройство, ну, наверное, не имеет супер большого смысла. Ведь есть устройства, которые были доступны с танкофонда, но возможно кто-то не успел, не смог приобрести танкофонд, поэтому может быть стоит тогда на него обратить внимание. Только что я заметил, что там сплэшом нанесло пробитие и что-то мне кажется, что с этим устройством сейчас пробитие будет наноситься от сплэш урона. Если это так, то это очень жестко, если это так, то это очень жестко, поэтому давайте мы сейчас это дело проверим. Нет, пробития нет, к сожалению, а вот если бы оно залетело, то было бы очень прекрасно, было бы очень прекрасно и приятно, но давайте проверим еще раз. А, есть, есть пробитие, но это крит прошел, я не знаю как он проходит. Может быть там надо небольшое расстояние и сплэш урон, и тогда будет проходить крит с пробитием. Блин, если это реально так работает, то это будет очень жестко. Если это реально так работает, то это очень круто. Так, пробуем. Блин, попал четко по танку. Кстати, по танку попал. Но так я не смотрю, не вижу особо пробития. То есть, если вы прямое попадание даете по противнику, то особо сильно я пробития не вижу. Так, я забыл, что на хан переиграю. Так, пробуем. Нет, нету. Наверное, это просто мне повезло. Ну, посмотрим вообще на частоту. А, вот, есть. При прямом попадании тоже есть пробитие, но оно не такое частое. Оно не такое частое. Раз гром, два гром, три гром, четыре гром. Пять гром, пять гром, шесть. Шесть громов я дал. Шесть громов без крита, после крита. Но это очень много. Это очень-очень много. Но по урону оно неплохое. Оно даже, я бы сказал, хорошее по урону. Ну, то есть, дефолтный гром. Плюс с возможностью пробития танка. Ну, выглядит интересно. Выглядит интересно. Но вы должны понимать, что есть гром на дальность. Есть гром на дальность. Есть гром со сплэш-уроном. Да, то есть, если сравнивать с другими устройствами, то другие устройства тоже имеют очень хорошие дополнительные качества. Да, это нужно не забывать. Но, исходя из того, что я вижу, просто устройство. Да, если мы берем во внимание, не берем те устройства, которые есть еще на эту пушку, то оно неплохое. Неплохое. Довольно неплохое. Да, то есть, когда у тебя нету на устройстве никакого фикса в виде пониженного там урона, либо более долгой перезарядки, и плюс ты имеешь дополнительный бонус в виде, например, как тут, да, дополнительный бонус в виде пробития скрита, но это неплохо. Это хорошая вещь. Но другой вопрос, насколько часто у тебя этот крит вылетает. Да, то есть, ну, не такой частый, как мне показалось. Сейчас еще покидаем, конечно, урончик. Но, пока я бы, наверное, сказал, что и есть на эту пушку и посильнее устройство на сегодняшний день, но не сказал бы, что оно слабое. Да. Против реза и противника, который играет без иммунитета от пробития, я считаю, что это очень хороший вариант. Прям очень хороший. Это прям вариантик, который можно будет реализовать эффективно и без какого-то супер большого напряга. Погнаете. Да, то есть, вы можете просто взять себе громчика, увидеть большое количество резов. В принципе, как и устройство с критами, да, то есть, только устройство с критами будет хуже работать в том случае, если будут броненосцы против. Это устройство зависит от иммунок от пробития, да, то есть, там зависимость от броненосца, здесь от иммунок от пробития. Но если иммунок от пробития нету, то я думаю, что можно очень хорошо и эффективно это устройство реализовывать и получать с него максимальную прибыль. Вообще, мне, в принципе, гром нравится, в какой он мете на сегодняшний день находится, что можно сделать вообще с этой пушкой в игре, и со всем этим раскладом мне не особо сильно понятно, почему на него делают такое большое количество устройств. Да, то есть, можно акцентировать свое внимание на каких-то других пушках и делать какие-то устройства с ними, но у нас пилится именно на гром уже, ну, какое, четвертое, наверное, или пятое устройство за последнее время. Да, то есть, я считаю, что это очень много, и я бы на месте разработчиков бы, например, старался бы максимально разнообразить выход устройств. Да, то есть, например, у меня выходит в ультраконтах одно устройство на одну пушку, а с петухи у меня совсем другое устройство, да, то есть на другую пушку. А так у нас получается в ультраконтах на этой неделе вышло устройство на грома, на прошлой неделе в ультраконтах вышло устройство на грома, и плюс со спетухи тоже вышло устройство на грома. Все связано на одной пушке И я еще удивлен, что я вот, например, запикался В такую катку, при том, что у нас есть Еще танкофон с устройством на грома Которое тоже очень неплохо смотрится И у нас до пробития Неделю назад, еще до этого Тоже были гиперскоростные Снаряды на гром, да, то есть это у нас Получается уже, сколько Четыре, четыре, пять Ну, можно сказать, пять Пять устройств на грома вышло На одну пушку пять устройств подряд Но я считаю, что это очень много Это очень много И до сих пор в матчмейкинге нету Супер большого количества резистов от этой пушки Хотя, наверное Мне так кажется, что Должно было быть много, ну, намного больше Чем, например, сейчас Но не знаю, почему-то ребята До сих пор эти резы не берут Но устройство хорошее Хорошее, определенно хорошее Поэтому, если вы вдруг Хотите купить себе Вкусную пачечку трехсоточки Ультракантов И сверху получить такое устройство То я считаю, что это Неплохой вариантик Очень неплохой вариантик С таким устройством можно поиграть Можно побеймсить И поконтрить типов У которых нету иммунок от пробития Да, то есть, например Вы будете играть на викинга громе На хантера громе Если у вас есть интерес в этих корпусах То я считаю, что это будет хорошо работать И это будет эффективно Так, ну, что касаемо этого боя Все очень легко Что-то мне закинуло на две катки Которые максимально простые И где мне особо-то ничего и делать не надо Ну, в принципе, с точки зрения обзора Да, и с точки зрения вообще параметров И просмотра пушки Ну, наверное, нормально Когда тебя закидывают на такие катки Где ты можешь просто пострелять И посмотреть Что показывает устройство Но иногда хочется, конечно И какой-то потниловки Чтобы это все было не так просто И чтобы нужно было реально постараться Чтобы выиграть хотя бы бой Да, но вы видите, например Сейчас у нас рикошет в катке на Гелиус Приспродавай И Скорпион Да, и у всех очков больше, чем у меня Соответственно Вы видите, что по мете Гром Ну, не такой супер жесткий Да Ну, это очевидно Именно с этим устройством Если брать, например Гиперскоростные снаряды Которые на дальности на Грома Берут Ну, это лучшее устройство Да, лучшее очень За последнее время Это лучшее устройство на Грома И, наверное, даже Одно из лучших на все пушки Одно из лучших Не скажу, что самое лучшее Но одно из лучших Потому что есть еще Интересные у нас устройства В нашей игре О которых я думаю, что в ближайшее время Я тоже запишу видеоролик И выскажу свое мнение Потому что Есть безумные вещи Которые после танкофонда У нас в игре Происходят Ну, кто, я думаю, что смотрит стримы Тот примерно понимает О чем идет речь И о чем я сейчас говорю Ну, а кто не понимает Тому надо чуть-чуть подождать Выхода видоса Так, 35 у нас точек уже есть Противник как-то очень сильно кучкуется И это похоже на легкую досрочку Без особых проблем Я думаю, что мы должны выигрывать этот бой И полноценно подводить итоги Этого устройства Надеюсь на досрочку Надеюсь, что нам не придется Сейчас играть здесь до конца полный бой Потому что я, честно говоря Не вижу На вот этот период времени Никаких шансов У противника в этой катке То есть здесь Ну, для меня, наверное Уже все очевидно Когда ты за 5 минут контролишь На такой здоровенной карте Ну, 5, наверное, да? 5 5 точек На протяжении 5 минут Но это хороший результат И я не думаю, что там кто-то Что-то подпикнется Ой, блин Как меня сейчас неудачно слили Можно было заступить двоих И плюс бомбу снять Поэтому должны мы вместе с вами Здесь уже эту каточку выигрывать Так Ну, какие-то точки захватывают Противники Две контролируют На сегодняшний момент Ну, уже улетают У них одна даже базовая улетает И левая боковая Тоже походу потихо уходит Соответственно, мы должны забирать И это бой должен заканчиваться Уже в течение где-то 30 секунд У нас там точка захватывается Скорпион, конечно, очень много урона наносит Но 19 кило Хороший результат Даже я бы сказал Очень хороший результат Если учитывать еще тот факт Что я особо по точкам не ездил А старался именно накидывать урон То это очень хороший момент Товый контентовый Резултейшн Так, две точки до конца И по идее уже все Уже у все Две легкие каточки нам сегодня попались Ну, в принципе, нормально Пойдет Победа Сколько мне с этой дадут? Тоже 3000 Хорошо Поэтому, если вы нацелены на покупочку спецушки Я думаю, что можно ее смело брать Ради 300 ультракантов Хороший вариант Ну и сверху просто получить такого грома Я считаю, что это будет неплохо Довольно-таки Но вот у меня есть вопрос Что лучше? Этот гром либо пульсар У пульсара Насколько большая частота Выпадания этого крита Если там такой же плюс-минус крит То, наверное, лучше пульсар Если у вас есть он Но вообще Из этих всех устройств Гиперскоростные На большом расстоянии Это просто ужас Но что вот это устройство сильное Что это устройство сильное Поэтому Тут все зависит от того Что у вас есть на эту пушку Пишите, что вы думаете По поводу этого устройства Если у вас какой-то интерес к нему Либо, может быть, у вас оно есть в гараже И тогда вы напишите Что, по вашему мнению, она показывает в бою И насколько оно эффективно Поддерживайте данный ролик лайком Подписывайтесь на канал Если вы еще вдруг не подписаны Нажимайте на колокольчик Да будем пропускать новые видеоролики Ну и не забывайте Про текст создателя контента Который находится в настройках игры В аккаунтике Мой личный тег Это тег тимп Устанавливайте его Поддерживайте меня И участвуйте в розыгрыше На 1 миллион кристаллов И на 20 тысяч тонкоинов У меня, друзья, на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока Продолжение следует...